Успех коллекции, представленный на недавнем фестивале моды в Токио, правильнее назвать триумфом. Как отнеслись к нему коллеги-соперники Зайцева, лучшие, всемирно признанные модельеры? Мы как-то отвыкли в нас в стране, что мы можем радовать успехом другого человека. И, в общем-то, для меня было совершенно неожиданностью. Их доброжелательность, они радовались вместе со мной, моему празднику и, как вы говорите, триумфу. Все это заново. Было для меня неожиданно. Хотя, имея возможность последние два года выехать за рубеж и встречаясь с коллегами в разных уголках, как говорится, мира моды, я пришел к убеждению, что у людей, по крайней мере, в действиях, в глазах, в поступках не ощущается момента зависти, какой-то ненависти, неприязни, какой-то озлобленности. А раньше вы не выезжали за рубеж? Нет, вы знаете, я 24 года, в общем-то, находился в таком как-то искусственном заточении. Коллекция Зайцева впервые была представлена за границей в 1969 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Феноменальный успех заставил предпринимателей многих стран обратиться к нему с предложением открыть фирменные магазины во всех столицах мира. Сотрудничество тогда не состоялось. Год 1974. Западная пресса назвала Зайцева одним из пяти выдающихся художников-модельеров столетия. Газеты писали, Зайцев – первый русский художник, которому удалось разбить гегемонию домов-моделей Западной Европы. Я тогда, помню, добился разрешения, как говорится, посетить Кремль референтов Косыгина. Меня приняли, поговорили. Значит, да, кажется, в общем, я говорю, давайте, как говорится, мой потенциал возьмите. Я отдам все бесплатно. Уж если Бог так много дал, так пускай это принадлежит нашим людям, как говорится, в моей стране. Ну, что поговорили после этого, пришли, сшили костюмы в доме моделей. На этом все дело, как говорится, прекратилось. Ну, а как изменились обстоятельства сейчас? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что очень какие-то резкие изменения произошли. Мы относимся к системе службы быта. Вот год, как я избран директором, вопреки руководителям системы службы быта. И они устроили такой тихий саботаж. Проблема ткани, проблема фурнитура, проблема, как говорится, оборудования. То есть, это такая тихая заводь, которая постоянно терроризирует. Ну, тихо, теперь уже в открытую они боятся это делать. Вячеслав Михайлович, какая-то экономическая свобода у вас есть? Скажем, вы можете сотрудничать с зарубежными фирмами, что касается тканей, фурнитуры? Ну, вы знаете, что есть уже такое, в общем-то, дано всем такое право. Но все равно подспудно существует масса, вы знаете, каких-то инструкций, которые не позволяют нам в открытую выйти. Искусство одежды во всем мире, это не только искусство, но это колоссальный бизнес. Смотрите, маленькая Франция, Италия, это же колоссальные заработки, которые постоянно поступают в казну государства и людей, которые, в общем-то, вершат модой в мире. Вячеслав Михайлович, а в ваши планы не входят сотрудничество такое непосредственное с какой-то зарубежной страной, зарубежные фирмы? Вы знаете, сейчас, кажется, входят планы. Я пошел уже сейчас на сближение на контакты. Было очень интересно у меня, я пока не могу говорить имя фирмы, поскольку это наша тайна. Во Франции шли переговоры о создании моей линии парфюмерии, косметики на весь мир. Сейчас ведутся переговоры с одной из крупнейших итальянских фирм, посреднических фирм, то есть, которая будет менеджером, вложит в меня капитал, чтобы создать, если позволят, создать империю моды, слава Зайцева, в мире, но только через Италию. Поскольку Советский Союз не хочет этого делать, а будучи сейчас в Японии, я имел возможность встретиться с президентом крупнейшей фирмы Саеба, который показал мне свою империю, если можно так сказать, магазины, где все для людей. То есть, от начала до конца все, о чем захочет подумать человек, уже все это есть в магазинах. Вот он тоже предложил такой интересный контакт, воспользоваться моими идеями. Вячеслав Михайлович, я могу задать вам два нескромных вопроса? Ну, можете не отвечать, если это неудобно для вас. Во сколько они вас оценивают? Что они вам предлагают? И сколько вы получаете здесь? Какая у вас зарплата? Ну, могу вам сказать, в пределах миллиона долларов в год, только за эскизы. Ну, один рисунок, предложим, у меня вот в прошлом году был такой эксперимент. Японцы купили два эскиза, они перевели на мой счет, как говорится, с естественным сочислением через ВАП, две тысячи долларов. Один рисунок. Я получаю в месяц 350 рублей. Как директор, как главный художественный руководитель, как руководитель театра и как шоумен. Видавшие виды западные бизнесмены знают, как поместить капитал. Нам бы их предприимчивость и умение уважать талант и достоинство человека, еще 24 года назад завоевавшего международное признание. Оценить его желание применить свое искусство на родине. Самое сокровенное желание успеть реализовать свой потенциал, оставить после себя след и оставить не просто след, как говорится, добрый след в памяти людей, но и оставить школу людей, которые могли бы, в общем, этот потенциал развивать дальше. Потому что Россия богата, богата этими потенциалами, но только никому они не нужны. Мы не умеем им воспользоваться. Это очень печально.